Активисты Молодой Гвардии составили обращение в прокуратуру Новосибирской области по факту гибели молодой девушки под глыбы льда. Организация потребовала провести тщательное расследование трагедии и наказать виновных. Мой коллега Антон Веселов встретился с руководителем регионального отделения Всероссийской общественной организации Молодая Гвардия Ильей Гнатушей и попросил подвести итоги социальных проектов. Молодая Гвардия Молодая Гвардия Молодая Гвардия Молодая Гвардия и тщательно расследовал это уголовное дело и принял меры прокурорского реагирования на тех должностей лиц, которые допустили халатное преступное отношение к своим обязанностям. Последняя новость показывает, что все мы под одним небом ходим совсем недавно в Дзержинке очередной случай, слава богу, без тяжелых последствий для жизни. Да, вот буквально вчера сорвалась следовательная группа, снова упала она на машину. То есть могло быть и хуже. Мы можем изменить ход течения событий? Мы сегодня опять же подаем уведомление мэру города Новосибирска о проведении пикета в пятницу в 14 часов на площади Ленина. Приглашаем всех неравнодушных граждан поддержать наш пикет, сказать органам власти, управляющим компаниям, товарищам, собственникам жилья, чтобы они качественно относились к своей прямой работе, к своим прямым обязанностям и чтобы таких вот случаев просто не допускалось. Это такая технологическая, сложная, большая работа. У нас огромное количество крыш. Весна, как всегда, приходит неожиданно. И, в общем, количество наледей и сосуль, которые появляются, не поддаётся исчислению. Огромные силы нужно на это бросить для того, чтобы решить проблему раз и навсегда. Совершенно другое дело, как мне кажется, это борьба с рекламой курительных смесей, всевозможных спайсов. Казалось бы, в чём здесь проблема? Не просто закрашивать, а достаточно выяснить владельца этого телефона и призвать его к ответственности. Желательно к уголовной. Желательно надолго его запрятать. Насколько я знаю, внутри молодой гвардии есть специальное подразделение, такой проект агенты, который как раз занимается тем, что выискивают меченные вот этими скверные дома и закрашивают номера телефонов. Подведите итоги акции. Спайсы, они безвозвратно воздействуют на психику молодёжи. Как правило, это молодое поколение потребляет их, даже не 20-летние, а намного младше. И совершенно не задумываясь о последствиях. Да, они, во-первых, частично не знают о серьёзном вреде для психики, для организма вот этих веществ. Причём мы все были участниками, так сказать, такой информационных событий, как смерть в одном из регионов России. Там очень много людей погибло от именно употребления спайсов. Поэтому мы еженедельно выходим на эти рейды. Последний рейд буквально был на той неделе – это закраска спайсов на территорию Ленинского района. Закрасили более 50 надписей. Этот проект именно по закраске рекламы курительных смесей нами реализуется уже более года. Нам удалось привлечь общественные организации, неравнодушных граждан Новосибирска. Проводили и круглые столы по решению этой проблемы. – Ведёте статистику, сколько в итоге закрашено? – Да, закрашено уже порядка на 1700 надписей примерно на это время. Но мы на этом не останавливаемся. Мы будем дальше закрашивать, хоть они и появляются. Мы, конечно, и пошли дальше. Сейчас с депутатами Горсовета, в частности с Игорем Николаевичем Титаренко, мы планируем что-то вроде депутатских слушаний. Создали комиссию в Горсовете по решению этой проблемы, чтобы это было не только, чтобы люди выходили и закрашивали, соответственно, чтобы это была системная работа во всех направлениях. В первую очередь мы хотим увеличить штрафы за незакраску этой рекламы, свастики, в том числе, всё что угодно в отношении управляющих компаний. Но только сделать таким образом, чтобы это не было переложено на жителей данных домов. Также собственники помещений, магазинов и так далее, общественных остановок, общественного транспорта. На всех этих объектах постоянно появляются эти надписи. Но это всё следствие. Нужно же бороться с причиной, приезжать, наконец, те, кто заказывает музыку. – Да, мы сейчас планируем обратиться в правоохранительные органы с опять же открытым письмом, который поддержит не только молодая гвардия, но и общественная организация города Новосибирска, возможно, депутаты различных уровней, с просьбой найти решение именно, чтобы каким-то образом вот эти телефонные номера оперативно реагировать, их блокировать. – Создать единую базу по России, я так понимаю, достаточно часто они пользуются простым совершенно способом рекламировать телефон других регионов. И вроде бы внутри мы не можем их идентифицировать, правильно? – Да. – Здесь, в Новосибирске. – Да, и схемы достаточно, так сказать, интересные у них. Закладки, вот так называемые, там, в почтовых ящиках, там, в каких-то таких местах, где никто бы не подумал, что там… – А что им за это положено вот сейчас по законодательству? – Сейчас у нас законодательство приводится в соответствие, то есть продавцы и продавцы курительных смесей уже несут уголовную ответственность в полной мере. – Наконец. – Она сравнима, да, сравнима с реализацией обычных наркотиков, поэтому в этом направлении сделан очень серьезный шаг. Сейчас осталось именно здесь организационно и технически подвести именно деятельность правоохранительных органов и общественников к тому, чтобы вот эти номера, если даже появляются в конечном итоге, они были оперативно закрашены и, значит, заблокированы. – Давайте будем всегда держать в памяти, что у этих ребят впереди несколько лет строгого режима. И наша задача просто закрасить этот номер, чтобы он не попал на глаза молодому поколению, который пока еще просто не понимает степень ответственности и степень своего риска. Другое направление работы – это употребление молодежи и той же самой слабоалкогольных энергетиков, которые, может быть, ничуть не меньше вредят здоровью. Хотя, казалось бы, такая газировочка, которая придает человеку дополнительных сил. – Мы уже разработали законопроект о полном запрете продажи слабоалкогольных энергетиков. – Такие законы действуют уже в нескольких регионах. – Да, да. Вот мы когда начинали в марте того года, начинали мы с пикетов на площади Ленина, где собирали подписи граждан Новосибирской, Новосибирской области за нашу инициативу о запрете этих энергетиков слабоалкогольных, проводили спортивные мероприятия за здоровый образ жизни, собрали в итоге 4 тысячи подписей и все эти материалы вместе с законопроектом отправили в законодательное собрание Новосибирской области. – Когда будет поставлена точка над «и»? – Надеюсь, в ближайшее время часть общественной организации обращается к нам с разъяснением, когда будет принято, потому мы уже тоже ждем, как говорится, не дождемся. Поэтому сейчас мы подключили все имеющие у нас ресурсы и надеемся, что в ближайшее время все-таки эту проблему поймут и органы власти, в общем, что действительно здесь происходит необратимый ущерб именно здоровью детей, я бы сказал так, потому что почему-то… – В основной категории как раз вот это. – По статистике, да, по статистике почему-то у нас получается, что эти слабоалкогольные энергетики употребляют подростки 13 до 18 лет. То есть, совершеннолетние уже понимают, что, ну, практически все понимают, что это действительно опасно. Создает эффект, да, вот такой вот радости сначала, энергии, да, но потом это все, как говорится… – За все приходится платить. – Да, за все приходится платить именно организм. И там очень много веществ, которые вызывают болезнь Паркинсона, то есть могут вызвать рак и так далее. Вот такие вещи, которые здоровому человеку вредно потребляет даже в малых дозах. – Я надеюсь, этот законопроект обретет статус закона. Но есть еще одно направление, в котором уже все, в общем-то, прописано. И есть всевозможная ответственность вплоть до уголовной. Это продаж несовершеннолетним алкогольной продукции. Сегодня есть такие «смельчаки», в кавычках, да, которые нарушают это постановление, этот закон? – Я бы сказал, что таких фактов очень много. Мы выходим несколько раз в месяц в рейды, наиболее активно, значит, мы выходим в рейды самостоятельно, после этого мы вызываем сотрудников полиции, если такие факты устанавливаем. Наиболее активно, конечно, ведут себя, вот продавцы в Калининском, Держинском, в Центральном районе, последний факт был, было задокументировано двойная продажа алкоголя, то есть этот магазин в самом центре Новосибирска какое-то время назад продал алкоголь, ему был выписан штраф. Штраф составляет 30 тысяч рублей за продажу алкоголя несовершеннолетним на юридическое лицо. И вот повторный факт мы выявили. – Ну, пора, это лицензия. – Будем сейчас, да, как-то инициировать такие торговые точки, которые неоднократно реализуют алкогольную продукцию детям, поэтому будем смотреть, чтобы действительно стараться, чтобы их лишали лица.